6 класс 31 серия. Логика. Высказывание. Это одно из основных понятий логики. Высказывание – это всякое утверждение, о котором имеет смысл говорить истинно оно или ложно. Например, истинное высказывание. Число 15 делится на 5. Это истинное высказывание. Еще одно высказывание, которое является ложным. 6 – простое число. Это неверно, потому что 6 – это число составное, а не простое. Значит, это высказывание – ложно. Так, не является высказыванием. Х делитель числа 8. Значение х неизвестно, и мы не можем сказать истинно или ложно. То есть это невысказывание. Из любого высказывания можно получить его отрицание, добавив частицу не. Например, число 12 делится на 4. Это истинное высказывание. Давайте добавим частицу не, и получится отрицание. Число 12 не делится на 4. Было истинное, а получилось ложное. И наоборот, если сначала высказывание было ложным, то его отрицание будет истинным. Первая задача. Определите, кто из мальчиков А, Б и В, допустим, их имена начинаются с этих букв, кто из них играет в шахматы? Если известно следующее. Из А и В один играет, другой не играет. А и В оба играют или оба не играют. Так, третья. Если играет А, то играет и В. Так, ну, давайте попробуем определить. Причём неизвестно по условию задачи, сколько человек играет в шахматы. Может быть, они все втроём играют, может быть, вдвоём, либо кто-то один из них. Ну, давайте начнём с того, что рассмотрим. Могут ли они все втроём играть в шахматы? По первому условию. Из А и В один играет, другой нет. Значит, все втроём они не играют. Так, хорошо. Теперь давайте рассмотрим пары. Какие здесь возможны пары? А, В, А, В и третья пара, В, В. Так, А, В вдвоём могут играть? Нет, не могут, потому что один играет, а другой нет. А, В либо оба играют, либо оба не играют. Но в третьем пункте говорится, что если играет А, то играет и В. Значит, не подходит ни это, ни это и ни это. Значит, играет кто-то один. Так, может ли играть один А или один В? Нет, потому что А и В либо оба играют, либо оба не играют. Ну, давайте проверим, может ли играть один В. Из А и В один играет, другой не играет. Всё правильно. А и В оба не играют. Играет В. Если играет А, то играет и В. А не играет, а В играет. Итак, ответ играет В. Вторая задача. Среди четырёх утверждений три верных, одно неверное. Первое. Х делится на 3. Второе. Х делится на 9. Третье. Х делится на 27. Четвёртое. Х делится на 28. Надо выяснить, какое из этих четырёх неверное. Давайте рассмотрим четвёртое утверждение. Может ли оно быть верным? Если четвёртое утверждение верно, то будут верны и первое, и второе, и третье. Потому что число, которое делится на 81, будет делиться и на 3, и на 9, и на 27. Значит, неверным является четвёртое. Третья задача. Сколько различных пятизначных чисел, у которых первая цифра 1, третья цифра 3, пятая цифра 5, а остальные цифры разные, чётные. Чётные цифры – это 0, 2, 4, 6, 8. Значит, на втором месте может быть записана любая из пяти, а на предпоследнем месте должна быть записана тоже чётная, но не та, которая уже записана на втором. Значит, возможностей будет меньше на 1. Четыре возможности. По условию задачи первая, третья и пятая цифры определены. Значит, одна единственная возможность для постановки этих цифр. Перемножая возможности, получаем ответ 20 таких чисел. Четвёртая задача. Сколько различных четырёхзначных чисел, которые в своей записи не содержат ровно 3 тройки? Ну, давайте сначала определим, сколько же всего четырёхзначных чисел. На первом месте может быть записана любая из девяти, затем любая из десяти, любая из десяти, любая из десяти. Значит, четырёхзначных чисел 9000. Теперь давайте сосчитаем, сколько будет четырёхзначных, которые в своей записи содержат ровно 3 тройки. Допустим, 3 тройки идут на первом месте, на втором и на третьем. Последняя цифра может быть любая, кроме тройки, потому что тройек должно быть ровно 3. Значит, таких чисел будет 9. Так, хорошо. Допустим, две тройки идут на первом и втором месте, а потом на последнем месте. На предпоследнем тоже записывается любая цифра, кроме тройки. Всего цифр 10. Тройку надо исключить. Значит, таких чисел будет 9. Так, хорошо. Допустим, тройка на первом месте, потом на предпоследнем и на последнем. На втором месте любую из девяти, кроме тройки. Так, ну а если нужно определить первую цифру, потому что тройки идут в конце, на втором, третьем, четвертом месте. На первом месте нельзя писать тройку, потому что троек должно быть ровно 3. И нельзя писать 0. Значит, 8 таких чисел. Складываем 9 плюс 9 плюс 9, да еще 8. Получается 35. Это те, которые содержат ровно 3 тройки. Ну а чтобы ответить на вопрос задачи, надо найти значение разности. Нужно из 9 тысяч вычесть 35, и получится ответ 8 965. Вот это ответ.